Весь город как на ладони, вернее на мониторе компьютера. В рамках единого информдня главе Чувашии показали, как обеспечивается порядок в столице республики. А затем Михаил Игнатьев отправился к тем, кто делает жизнь чебоксарцев. Слаще подробности в сюжете. Высоко сижу, далеко гляжу. На улицах Чебоксар установлено 136 камер видеонаблюдения. Эти неприметные малышки способны разглядеть, к примеру, номера машин, лица людей в хорошую погоду, даже цвет глаз. И все это за сотни метров. Информация с камер стекается в центр управления нарядами. Устанавливаются камеры в основном там, где часто проходят массовые мероприятия, в местах скопления людей и где риск совершения преступлений наиболее высок. Представляется подземный переход между двумя вокзалами. Тут у нас и таксисты, и постоянно в Москву народ отправляется. Оживленное место. Да, оживленное место, поэтому сюда и поставили ее. По программе «Безопасный двор» в Чебоксарских дворах установили 520 камер. Еще 145 ожидают своей очереди. Кстати, помогают такие электронные глаза поддерживать не только правопорядок, но и просто порядок. Так можно отслеживать, к примеру, работу уборочной техники. Самое главное, утром уже можно увидеть, сколько машин вышло на уборку. Они говорят, управляющие компании, вышли машины. А вот во сколько вышли, конкретно уже проверить можно. Но на следующем предприятии, которое Михаил Игнатьев посетил в рамках единого информдня, тоже должен быть порядок. Только другого плана. Без халатов в цеха не пускают даже самых высокопоставленных гостей. Это одна из ведущих кондитерских фирм города. История предприятия начиналась в 1996 году в арендованном помещении небольшой площади. Сейчас это современное автоматизированное производство, которое выпускает более 300 видов продукции. Коллектив на предприятии, в основном женские девушки, на сладком производстве оказались не из робкого десятка. Вопросы к высоким гостям сыпались с разных сторон. Основная тема – материнский капитал, очередь в детские сады и на соцжилье. Но что беспокоит, наверное, всех, без исключения сотрудниц – дубовая роща. Ее видно буквально из окон предприятия. Через нее многим приходится ходить на работу. Занятие-то порой экстремальное. Там нет освещения, зато уже есть случай нападения, жалуются работницы. Я еще жить хочу. Я думаю, что все здесь жить-женщины хотят. У нас тоже дети. Срочи, которые сейчас видим, земли лесного фонда передаются в муниципалитет, в стадии передачи. В часу двадцать в два стадии передачи. И поэтому бюджетные пока выделения от города не происходят. Как только они передадутся в город, то будет бюджет для того, чтобы освещение сделать и облагородить. Хорошо. С первого освещения. Ну, понятно. А почему вы ждете там? Решение принято. Это чисто процедура оформительского характера. Еще коллектив жаловался на недостаток педиатра в больницах и, к примеру, отсутствие молочной кухни в Кугесях. Понятно, что мгновенно такие проблемы не решить. С предприятия помощники главы уехали с полным блокнотом поручений и вопросов, взятых на карандаш. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика.